История полна загадочных событий, нераскрытых дел, запутанных обстоятельств. Что стоит за блистательными победами и великими свершениями? Кто скрывается за тайными заговорами и сокрушительными поражениями? Ответы на эти вопросы знает Дмитрий Дзибров. Неизвестные подробности, удивительные факты, достоверные источники. Всё это хранится в его секретной папке. Вечером 4 мая 61-го года лицо этого человека смотрело с первых полос всех лондонских газет, а заголовки их поражали воображение даже видавших виды любителей бульварного чтива. Правосудие Нол Бейли. Три максимальных срока. 42 года без права на помилование. Кому же главный уголовный суд Лондона вынес такой беспрецедентный приговор? Имя его передавали из уст в уста. Блейк. Джордж Блейк. Так кто же он был такой, этот Блейк? Смотрите в секретной папке. Человек, который предотвратил Третью мировую войну. Безупречный англичанин, беззаветно служивший Советскому Союзу. Он молчал 50 лет. Первое интервью легендарного разведчика Джорджа Блейка специально для телеканала «Звезда». Для англичан Джордж Блейк – предатель. Он предал Англию, предал Запад. Я ощущаю себя ни героем, ни предатурным. Дачный поселок в Ближнем Подмосковье. Небольшой уютный домик. Его хозяин, интеллигентный пожилой мужчина, говорит с ярко выраженным иностранным акцентом. Все соседи знают его, как Георгия Ивановича. Имя Джордж мне никогда не нравилось. Никогда. Ну, конечно, Джордж Блейк – это моя, так сказать, настоящая фамилия. Но здесь, в России, я использую уже с самого начала, по-моему, имя, отчество Георгия Ивановича. Георгий Иванович Бехтер. Так его зовут уже почти полвека. Некогда он был подданным Ее Величество Королевы Великобритании. Сейчас является гражданином России, хотя себя в шутку часто называют гражданином мира, учитывая, что в его жилах течет кровь турецких евреев и голландцев. Я, конечно, интернациональный человек. По сути, конечно, я, может быть, больше всего чувствую себя голландцем, поскольку моя мат была голландка, и я родился там, и я там, в основном, воспитывался. Именно с Голландии, а точнее, с голландского движения сопротивления и берет начало история Джорджа Блейка. 17-летним юношей он возненавидел фашистов, в мае 1940 года оккупировавших Нидерланды, бомбивших его родной Роттердам. Будучи английским подданным, гражданцу досталось от отца солдаты британской армии, да к тому же наполовину евреям, он практически сразу угодил в концлагерь, откуда его выпустили через месяц, по малости лет. После чего он стал связным. Для этой роли он подходил идеально. Я выглядел очень молодой, моложе намного. Поэтому я как школьник вроде, я выглядел как школьник. И я мог тогда свободно передвигаться, нести всякие документы, памфлеты и тоже сообщения разведывательные для движения сопротивления. Блейк получал газеты и листовки на конспиративной квартире, после чего развозил почти по всей стране, путешествуя поездом или на велосипеде, что было в равной степени опасно. Патруль гестапо мог проверить багаж любого пассажира, вне зависимости от его способа передвижения. Однажды молодой партизан чуть не попался. Он выронил несколько экземпляров газеты в Ри Нидерланд, свободная Голландия, а поднять их помог случайный прохожий, офицер Вервахта. К счастью, он не обратил внимания на название. В конце концов Блейк принял решение бежать в Англию, где надеялся принести больше пользы. Перебирался из страны в страну и, оказавшись в фашистской, но формально нейтральной Испании, Блейк угодил в лагерь для беженцев, больше напоминавший тюрьму. Здесь, в ужасных условиях, он провел два с лишним месяца, после чего, опять же, в силу юного возраста, в начале 43-го года был отправлен в Англию. И почти сразу добровольцем записался в Королевский морской флот. Я получил воспитание как военно-морский офицер. И тогда, когда был вопрос о распределении, назвали разные возможности, там были возможности, которые они назывались, в особенной службе. Блейка неоднократно приглашали на собеседование в этот неприметный дом на лондонском Бродвее. И, наконец, объявили, Джордж Блейк, отныне вы офицер Ми-6, а это здание – ее центр. До 1994 года о службе внешней разведки Великобритании Secret Intelligence Service, она же Military Intelligence, или Ми-6, официально не сообщалось. Ее существование не подтверждалось. Но затем эта секретная служба максимально демократизировалась. Штаб-квартиру больше не прячут от посторонних глаз. Огромный пирамидообразный дом находится прямо на берегу Темзы. А на официальном сайте посетители встречают приветливая надпись «Welcome», «Добро пожаловать» и обзорная виртуальная экскурсия. Да что уж говорить, если сегодня новых сотрудников в САЭС набирают по объявлению, в буквальном смысле в социальных сетях, о чем гласят эти объявления. Ну, у кого-то это вызовет улыбку. Тем не менее, английская внешняя разведка и по сей день считается одной из самых профессиональных в мире. Хотя ее, как, впрочем, и разведки других стран, время от времени сотрясают скандалы. Один из самых крупных был напрямую связан с Россией, когда Secret Intelligence Service чуть было не возглавил советский агент Ким Филби. В 1933 году советская разведка устанавливает с Кимом Филби контакты, и он начинает сотрудничать с советской разведкой. В 1944-м он возглавляет советский отдел британской разведки и после войны устанавливает контакты с руководством ЦРУ и ФБР для совместной борьбы американских и британских спецслужб с коммунистической угрозой. Его прочат на пост главы Secret Intelligence Service. В МИ-6 успешно работали и другие советские агенты. Тех, что засветились, позже назовут Кембриджской пятеркой, поскольку все они учились в колледжах этого университета. Кембриджская пятерка – название весьма условное. Сколько советских разведчиков и агентов побывали в стенах этого старейшего университета, сегодня вряд ли кто скажет. Кстати, Джордж Блейк тоже учился в Кембридже. Но об этом чуть позже. МИ-6 определила Блейка в голландский отдел при управлении Северной Европы, которая специализировалась на Скандинавии и Советском Союзе. Блейка отправили на материк, чтобы вербовать агентуру среди вчерашних врагов, благо злости на большевиков им было не занимать. Он работал с пленными немцами, военными. Особенно его интересовали офицеры-подводники, поскольку даже после поражения они оставались наиболее воинственно настроенными. Блейк узнавал их связи и должности, искал применение их знаниям и возможностям, особенно на территории Восточной Германии. К 1947 году Блейк сформировал две полноценные разведсети в советской части Германии. Стал самостоятельно изучать русский. И это определило дальнейший ход событий. То, что его отправили учить русский в Кембридж, было очень рискованным шагом британской разведки. Студенты, как правило, вольнодумцы. К тому же симпатии к Советскому Союзу после победы над Германией были очень сильны. Многие попадали там под влияние марксистско-коммунистических идей. После Кембриджа Блейка назначили первым резидентом Ми-6 в Южной Корее. Поскольку Сеул находился рядом с Владивостоком, считалось, что сформировать агентурную сеть в Советском Приморье отсюда будет проще всего. Но вскоре, летом 50-го года, началась война между Северной и Южной Кореями. Смотрите далее. Как Джордж Блейк заставил Ми-6 и ЦРУ заплатить 7 миллионов долларов за 480 тысяч ложных сообщений и почему не принял вознаграждение от советского руководства? Великобритания встала на сторону США, которые опекали южную часть Кореи. Это в глазах сибирян сразу превратило Блейка во врага. Он и посол Великобритании в Сеуле Вивиан Холт были интернированы. Положение пленников казалось довольно сносным, пока успехи Северной Кореи не сменились неудачами. Вместе с американскими военнопленными, а это почти тысячи человек, гражданские их погнали на Север. Переход, потом его назвали Марш Смерти, занял более трех недель. Многие не выдерживали этого принудительного путешествия, умирали от голода, холода, болезни. Блейк и его компаньоны, по несчастью, прошли через все тяготы плена. Попытки сбежать с успехом не увенчались. Однажды кузникам попало несколько книг из советского посольства в Пхеньяне. Двухтомник капитала Маркса и ленинский труд «Государство и революция» на русском языке достались Блейку. Читая и вновь перечитывая эти книги, Блейк с удивлением понял, что идеи Маркса ему близки. Его всегда раздражали классовые различия, столь значимые в Англии. А также межгосударственное соперничество, неизменно приводившее к одному и тому же результату – воинам, свидетелем которых он неоднократно становился. По мнению Блейка, даже тут, в Корее, поборники демократии, роль которых взяли на себя американцы, своими безрассудными ковровыми бомбардировками творили большее зло, чем сами корейцы. Я не сидел в Луновне, в какой-то уютной квартире, да? Я был в середине этого ужасной войны. Я видел, как люди погибли, и поэтому решения были соответственны, что надо что-нибудь делать, надо помочь создать более справедливое общество. Советский Союз, победивший в Великой войне, а теперь противостоявший едва ли не всему миру, показался Блейку истинным борцом за общегражданские права. Поскольку шел к единственной правильной цели – строил общество равных. Человек, который прошел и войну, который был в партизанах, который был офицером разведки, который, в общем-то, много испытаний прошел, он сам добровольно пришел к тому, что он может и даже, может быть, должен сотрудничать совсем с другими людьми. Не со своей английской разведкой, а совсем с другой. Блейк решил предложить свои услуги СССР и инициировал встречу с представителями советских спецслужб, признавшись, что он сотрудник Secret Intelligence Service и сразу выдвинул единственно возможные условия сотрудничества. Блейк согласился предоставлять информацию, направленную только против Советского Союза и социалистических стран и категорически отказался брать деньги за свою работу. Это была, скорее, не служба, а дружба на идейной основе. На этом самолете в начале апреля 1953-го в Лондон прилетели первые семь британцев, освобожденные из северокорейского плена, где провели три года. Среди них был и Джордж Блейк, в одночасье ставший национальным героем. Вот он спускается с трапа прямо в объятия матери. Как вас там кормили? Еда была нормальная, но однообразная, очень однообразная. А что вам давали есть? Можете назвать что-то особенное? Нет, только рис и репу в основном, трижды в день. Блейк успешно прошел все необходимые проверки. В нем не сомневались. Предложили передохнуть пару месяцев, а потом вернуться к работе. Блейк отправился в Голландию и там встретился со своим русским связным. Позже в картотеке контрразведки МИ-5 Блейк найдет досье на него и выяснит, что его куратором был ни много ни мало генерал КГБ, советский резидент в Лондоне Николай Родин, работавший под псевдонимом Коровин. Чтобы впечатлить своих московских друзей, Блейк даже сфотографировал это досье и отдал пленку связному. Впрочем, так он делал всегда. Фотоаппарат стал неотъемлемой частью его жизни. А сотни секретных документов проходили через его руки. Многие из них попадали на пленку, а пленка отправлялась в Москву. Блейк даже не прятал шпионское орудие, а носил его в заднем кармане брюк. Блейк работал в отделе УАЙ, который занимался секретными операциями против СССР. Теперь он мог предупреждать советских товарищей об угрозах, исходящих с туманного Альбиона. Блейк работал. Он передавал огромное количество крайне необходимой сверхсекретной информации о том, что происходит на Западе. Осудив на 20-м съезде КПСС культ личности Сталина, в 1956 году его преемник Никита Хрущев вместе с председателем Совета министров СССР Николаем Булганиным совершил свой первый зарубежный визит в КАП-страну, в Великобританию. По удивительному для многих стечению обстоятельств именно в эти дни в Берлине был обнаружен подземный ход, который вел из западной части города в Восточную, прямо к кабелю связи группы советских войск в Германии. Было оборудовано помещение для подслушивания телефонных разговоров. Выяснилось, что к этой беспрецедентной провокации имеют отношения не только американские спецслужбы, в секторе которых начинался злополучный тоннель, но и английские. Европа затаилась в ожидании реакции со стороны советского лидера. Ситуация на Ближнем Востоке была накалена до предела. В это время Хрущев и Булганин посещают Англию с правительственным визитом. Я был членом этой делегации, могу сказать с уверенностью, переговоры с британскими властями были крайне важными, и любой козырь имел значение. Когда в Берлине шла разоблачающая пресс-конференция, в Лондоне Никиту Сергеевича принимали в Букингемском дворце. Хрущев промолчал о тоннеле, намеренно, добиваясь преимущества в предстоящих переговорах о Египте, Израиле и Суэцком канале. Из телефонограммы на имя Молотова, Жукова, Серова по факту обнаружения тоннеля. 23 апреля 1956 года. Совершенно секретно. Вносим следующие предложения. Начальник штаба советских войск должен заявить протест в письменной форме штабу американских войск в Европе. Пригласить корреспондентов, аккредитованных как в восточном, так и в западном Берлине. Несмотря на то, что в тоннеле имеется английская аппаратура и печати, все обвинения направлять в адрес только американцев. Как же был обнаружен этот сверхсекретный тоннель? Вроде бы совершенно случайно. Советские связисты нашли несанкционированное подключение, когда проверяли кабель после сильнейшего ливня. В эту случайность поверили по обе стороны демаркационной линии. В Великой Отечественной Дея служил, тоже был связистом. И мне приходилось проходить по тем проводам телефона и связи, которые я сам прокладывал, проверяя их целостность. Так что это естественно. Естественная проверка, естественное обнаружение. Других мыслей у нас не было. ЦРУ пыталось сохранить хорошую мину при плохой игре. Мол, полученные ими в результате прослушки сведения с лихвой окупают права. В США даже представить не могли, что о тоннеле их советским оппонентам было известно еще до начала строительства. А его обнаружение – тщательно спланированная операция. Для Сергея Кондрашова работа в посольстве была всего лишь прикрытием. Главная его задача – поддерживать связь с самым ценным советским агентом в Европе Джорджем Блейком. В 1954-м тот предупреждает Москву об операции «Серебро» подключения Ми-6 к телефонным коммуникациям русской и китайской делегаций на переговорах в Женеве. А вскоре уведомляет о ее берлинском продолжении – операции «Золото». Джордж Блейк передал мне новые материалы. Точные планы ЦРУ и Ми-6 по прокладке тоннеля в Берлине, в наш сектор. Документы на семи страницах, сверхсекретные копии протоколов, где обсуждалось, какие конкретно работы должны быть проведены, кто ответственный за строительство, кто предоставляет аппаратуру, сколько понадобится переводчиков. Все подробности. Блейк, как заместитель начальника отдела УАЙ по внедрению подслушивающих устройств на советских объектах, один из немногих, кто был допущен к обсуждению деталей совместной операции Ми-6 и ЦРУ против Советского Союза. Ее идеологами выступили британцы, а финансирование на себя взяли американцы. Было решено подключиться к кабелям связи, которые соединяли между собой Москву, штаб группы советских войск в Германии, посольство СССР в Восточном Берлине и власти ГДР. Операция «Голд» обещала стать самой грандиозной в истории спецслужб. Контроперация «Лубянки» должна была стать не менее масштабной. Там очень опасались засветить своего лучшего агента. Поэтому решили не препятствовать строительству и свести оповещение о нем к минимуму. О тоннеле не знали ни представители КГБ в Германии, ни даже главнокомандующий советскими оккупационными войсками маршал Гречки. Глубина залегания тоннеля 5,5 метров. Общая протяженность около полукилометра. Строили его 5 месяцев. Вот как это выглядело изнутри. Уникальное фото строительства тоннеля. А так смотрелось снаружи. Декоративная радарная станция, граница секторов, наконец, советские кабели. Штат отдела по обработке перехваченных телефонных переговоров составлял свыше 300 человек. Было записано около полумиллиона звонков. Блейк передал Кондрашоу часть расшифрованных материалов. Это был очень объемный документ. Около 90 страниц. Там были перечислены только важные сведения, которые подслушали британцы и американцы. В Москве содержимое документа прокомментировали емко. Болтать врагу помогать. Но, тем не менее, этот канал идеально подходил для дезинформации противника, а также, как это ни парадоксально, для снятия напряжения между двумя сторонами в разгар холодной войны. Необходимо было показать, что СССР не готовится к ядерной атаке. Американцы чем самым убедились, что в Дейш-Литтене у советской страны не было никакого намерения начинать внезапный предупредительный удар по американским объектам. Смотрите далее. Тюремный приговор длиною в 42 года. Как заключенный номер один смог сбежать из тюрьмы Ее Величества? Долгая дорога в Москву под сиденьем семейного автомобиля. Несмотря на все предосторожности, в 56-м Москве стало ясно, что такая прослушка представляла серьезную угрозу ее интересам. Чтобы вывести Блейка из-под удара, тоннель решили найти случайно. Сделано было это так. В определенном месте заранее размыли нужный участок, а после сильного ливня вдоль кабеля отправили по нему ничего не подозревавших связистов. Тоннель стоимостью почти 7 миллионов долларов просуществовал 11 месяцев и 11 дней. Впрочем, он есть до сих пор, точнее то, что от него осталось. Фрагменты тоннеля периодически находят по всей Германии, в бывших воинских частях, куда их перевозили в конце 50-х тренировать связистов. Блейка арестовали 12 апреля 1961 года, в тот самый день, когда первый землянин отправился покорять космос. Несмотря на подавленное состояние, покоревшему разведчику было особенно приятно, что этим пионером оказался именно советский человек. Позже выяснилось, агент КГБ провалился в результате банального предательства. Такую информацию им предоставил польский перебежчик, заместитель шефа польской разведки Михаил Галиневский. Он сообщил, что у Совета в Англии есть два опасных шпиона, один из которых находится в Ми-6. Его псевтоним — Диамид. Блейка срочно отозвали из Бейрута, где он в это время работал и изучал арабский язык. Возникшие у разведчика подозрения развеяли советские товарищи. Мол, ничего страшного, поезжай смело. Однако в Лондоне Блейка ждали три дня допросов. Их подытожила фраза «Мы знаем, почему ты это сделал. Коммунисты пытали тебя в Корее. Ни один человек бы этого не выдержал». И тогда почему-то они задели мне живое, и я сказал «Нет, никто меня не шантажировал, никто меня не подвергал меня пытками или что-то подобное». Я совершенно добровольно предложил свои услуги. Суд проходил Волт Бейли в зале номер один. Единственным смягчающим обстоятельством в пользу обвиняемого было то, что за свою работу на СССР он не получил ни пенни. Тем не менее, ему грозил максимальный срок 14 лет заключения. Блейк опасался, что следствие разыщет какой-нибудь древний неотмененный закон, по которому его и вовсе надо лишить головы. Реальный приговор мало отличался от кошмаров подсудимого. 42 года тюрьмы. Я улыбнулся. Если бы он сказал 15 лет, да, или 14 лет, это время обозримое. Длинное очень. Обозримое. Но 42 года – это не обозримое. Это была показательная акция. Сказалось и давление ЦРУ, ведь история с Танелем после изобличения Блейка стала для его директора еще более унизительной. Блейк получил даже не три, а пять максимальных сроков, два из которых были параллельными, но это мало утешало. На свободе оставались жена и трое сыновей. И хотя она навещала его, ей пришлось сменить фамилию и в конце концов просить развода. Надо было как-то жить заново. А новым домом для Джорджа Блейка стала тюрьма у Ормвуд-Скрабс. Покинуть ее он должен был только в 80 лет. Надежды на СССР практически не оставалось. Блейк был поданным Великобритании. Его бы не смогли обменять. Приходилось надеяться на собственные силы. Я и Пэт познакомились с Блейком в тюрьме. Мы не одобряли его поступков. Шпионаж, тем более на русских, был нам, британцам, не по душе. Но его приговорили к 42 годам. Это было нечестно и несправедливо. По сути, ведь пожизненное заключение. Майк Рэндул и Пэт Поттл были политическими заключенными. Членами комитета 100. Английскими пацифистами. В 62-м им дали по 18 месяцев тюрьмы за мирную демонстрацию базы ВВС США в Эзерсфилде. За эти полтора года они сильно сдружились с Блейком. Но для организации «Побегаем» определенно нужен был кто-то еще. В то время редактором тюремного журнала был некий ирландец Шонберг. Он был террористом. Послал бомбу полицейскому. Он считал себя бунтарем и, как сам говорил, был рожден для великих вещей. Блейк сыграл на его числа. Предложил прославиться. Берг не колебался ни секунды, тем более, что вскоре его за хорошую работу должны были перевести в тюремное общежитие. Это означало «День на воле, ночь в стенах» у Омвудс-Крабс. В 1963-м мы вышли из тюрьмы. Я поддерживал связь с Джорджем и Шоном. Однажды нам с женой позвонил Берг и попросил встретиться. Он приехал к нам и сказал, что хочет помочь Блейку, но ему нужны деньги, чтобы снять временное жилье и купить машину. Мы собрали 2000 фунтов. Шон Берг сумел передать Блейку портативную рацию у Оки-Токи. Каждый вечер они обсуждали детали предстоящего побега. Это не реконструкция, оригинальная запись. Берг планировал не только сделать себе имя, но и хорошенько заработать на побеге в дальнейшем. Именно поэтому делал аудиозаписи этих разговоров. Эти ночные переговоры едва не привели к провалу. Один из заключенных предупредил Блейка, что ловил на приемник полицейскую волну, а в результате прослушал весьма откровенный диалог двух друзей. На волосок от разоблачения они были не раз. Наконец наступил день побега. Суббота 22 октября 1966 года. В 6.15 вечера, пока все смотрели кино, Блейк выломал заранее ослабленную оконную решетку, вылез и рывком преодолел 20 метров, отделявших его от этой стены. Через нее Берг перебросил веревочную лестницу, по которой беглец мгновенно поднялся наверх. Стена была высокая. Блейк спрыгнул и сломал руку. Он сел в машину. Берг привез Блейка в квартиру, которую он подготовил заранее. Они открыли бутылку виски и стали смотреть 9-часовой выпуск новостей на BBC. Главной темой был побег Джорджа. В этой части побега мы не участвовали. Шон пришел к нам и сказал, что рука сломана, но в больницу нельзя было везти, потому что все газеты писали только о Блейке. Наконец мы нашли доктора. Это был друг друга. Я его не знал ранее, но тот, кто его посоветовал, за него ручался. Блейку снова повезло. Но что было делать дальше? Полиция разыскивала его повсюду. Выход был один – бежать в Советский Союз. Действовать надо было немедленно. Блейка ждали только в Москве, и ему необходимо было туда попасть. Но как? И тогда Майкл Рэндалл придумал следующее. Он вывезет Блейка в багажнике своего автомобиля. Вместе с женой Энн и двумя детьми они поедут в Западную Германию под предлогом рождественского праздника. А там уж Блейк перейдет в восточный сектор. План был рискованный, но другого выхода у них не было. До этого они соорудили тайник под раскладным диваном, на который при пересечении границ укладывали детей. На фотографии та самая машина с секретом. Поездка заняла больше суток из Лондона до Дувра. Потом паромом в Бельгию. Оттуда – в Германию. Это было не такое уж веселое приключение. Слишком нервное. Хорошо еще, что дети были слишком маленькие, чтобы все понять. Мы специально не показывали им, как дядя Джордж вылезал или залезал в тайник, но они с удовольствием ехали с ним вместе, когда он иногда выбирался в салон. Это был такой фокус. 18 декабря Блейк пересек западно-восточную германскую границу. А вскоре уже был в Москве. Что касается его непосредственного спасителя, Шона Берка, он присоединился к Блейку в столице СССР через две недели. Приехал почти что легально по документам Пэтта Поттла с переклеенной фотографией. Но жизнь в стране советов ему категорически не понравилась. Он пил, хулиганил, просился на родину. Однажды и вовсе выкинул номер. Явился в британское посольство и сказал, что он Шон Берк помог Джорджу Блейку бежать. Его внимательно выслушали и выпроводили вон. Как он рассказал об этом Блейку, тот пришел в ужас. Он очень боялся, что тот выдаст других их помощников. В результате было решено отправить Берка обратно в Ирландию. С него взяли обещание, что он не назовет истинных имен своих подельников. Дома Шону удалось избежать наказания. Ирландия не выдала его Англии по политическим мотивам. Берк издал бестселлер, давал интервью, жил на гонораре и купался в лучах славы, пока окончательно не спился и не умер в 1982 году в возрасте 47 лет. Смотрите далее. Жизнь в России. Новая родина Джорджа Блейка. Правительственная дача и бесплатная квартира в Москве. Личная благодарность президента. Какие тайны до сих пор хранит разведчик? Дело происходило на Ярославской улице, где в то время находился Институт мировой экономики и международных отношений. Вдруг открылась дверь, постучали, открылась дверь, вошел такой человек среднего роста, такой очень импозантный, такой совершенно очевидный, не советского происхождения. Это будет наш новый сотрудник. Зовут его Георгий Иванович. Фамилия Бехтер. Это был он, Джордж Блейк, к тому времени уже 8 лет носивший новое имя. За эти годы он полностью освоился в Советском Союзе, снова женился. Конечно, ему было нелегко. Советский Союз оказался вовсе не таким, каким его представлял Блейк. И победа коммунизма в отдельно взятой стране уже была не столь очевидна. Но Блейк, прошедший войны, тюрьмы, решений и опасностей, в отличие от многих других вынужденных беженцев, проявил уникальную психологическую гибкость. Да и пути назад все равно не было. Он-то сумел приспособиться. Он сумел, не предав себя и своих идеалов, выучить русский, устроиться на хорошую работу, быть помощником и разведки, и ученым. То есть человек нашел себя. Даже то, что он нашел прекрасную жену Иду, это же тоже счастье для человека. Нюхаю, но запах не... Запах не, да. А Плюша? Плюша? Плюша тоже индиферентен, да? Ну, посмотрю. От русской жены родился четвертый сын Михаил. Но с тремя остальными он не потерял контакта. В начале 90-х повзрослевшие дети сами инициировали встречу с отцом. Приехали в Москву и расстались с ним друзьями. С самого начала имели очень хорошее отношение с Мишей, мой русский сын. Он очень хорошо с ними дружился. И он был у них в Англии. Тогда же, в 90-х, у Блейка произошла еще одна памятная встреча. К нему в Москву приехали Пэт Поттл, Майкл и Энн Редли. За прошедшие четверть века они ничего не знали друг о друге. Теперь же могли вместе отметить былые успехи и поговорить. И было о чем. Спустя столько лет против этой пары завели дело. Имена помощников Блейка все-таки всплыли, в том числе благодаря письменному наследию, оставленному их последним компаньоном Шоном Беркем. Нам нужно было записать на видео Джорджа Блейка, чтобы он рассказал о нашей роли в его судьбе. Только он мог объяснить, что мы не имели никакого отношения к спецслужбам, КГБ, не получали денег, что мы исходили из общечеловеческих принципов. Судье Рендлы и Поттл защищали себя сами. Помогло ли видеообращение Блейка или написанное имя книга, с которой ознакомились присяжные, но, несмотря на требования обвинения покарать изменников, всех троих оставили на свободе. В 20 лет все кажется возможным, и не задумываешься так, как в пожилом возрасте. Но если во что-то веришь, то ты просто следуешь этому, и все. Я думаю, что мы все тогда сделали правильно. В ноябре ему исполнится 94 года. Он по-прежнему живет на своей подмосковной даче, с удовольствием принимает гостей. Написал книгу «Прозрачные стены». Подлинная история о двух жизнях Джорджа Блейка. Я имею очень хорошее отношение с всеми моими русскими друзьями, с соседами, с окружением, с родственниками моей жены. И действительно так получилось, что самое лучшее время моей жизни это было здесь. Судьба этого человека готова в сценарий для шпионского романа. У него много орденов, медалей, у него даже есть воинское звание, полковник службы внешней разведки, что говорит о большом уважении и доверии к этому человеку в нашей стране. Прожив долгую жизнь, он не изменил своих принципов, как и 60 лет назад, когда сделал выбор не в пользу конкретного государства, а в пользу общечеловеческих ценностей, время которых, он уверен, еще обязательно настанет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова